Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Брат сильно обидел, оскорблял, возможно было рукоприкладство. Мою дочь, у меня живут родители, которые общаются с моим братом. Дочь считает, что с нашей стороны предательство. Что мне делать? Спасибо. Брату 45 лет, дочь 14 лет. Проживаем в одной квартире. Я, дочь, сын со своей девушкой и мои родители. Брат приходит в гости. Я думаю, что сначала неплохо было бы забронуть эту тему с вашим братом. Вот, и как-то вот с ним, ну, этот вопрос обсудить. Вот. То есть, ну, просто вот обсудить с ним этот вопрос, да, и спросить у него, что он думает по поводу этой ситуации, вот, в целом, да, как он считает, да, как он к ней относится, вот, к этой, так скажем, ситуации, вот, что он вообще думает, да, может быть, он согласен с тем, что, вот, дочь ваша говорит, может быть, он не согласен, может быть, сейчас он, там, ну, раскаивается, например, да, то есть, ну, понимает, понимает, что сделал что-то, что-то, что-то не очень хорошее, да, допустим, ну, допустим, допустим, вот, и, допустим, ну, опять же, например, делать так больше не собирается, к примеру, в этом случае, в случае, если он действительно рассказывается и больше делать так не собирается, то дочери, на мой взгляд, можно, в принципе, это, и объяснить, донести, ну, донести до нее, что человек ошибся, да, вот, донести до нее, что, ну, что человек, там, вот, как-то, ну, может быть, неправильно понял, да, у меня был, там, у меня настроение, и что-то такое, вот, ситуация, на мой взгляд, очень, очень сильно усложняется, если ваш брат, например, не раскаивается, то есть, если он не рассказывает, что в том, что делает, то он не считает, что совершил что-то вот такое, да, плохое, условно говоря, то есть, если он считает, что, ну, как бы, все в порядке, да, и что так, в принципе, должно все быть вот в этом случае, в этом случае, крайне желательно, чтобы, во-первых, родители, о, ну, наши родители, о, ситуацию эту, скажем так, о, прокомментировали, да, чтобы они, ну, высказали, вот, чтобы они высказали, чтобы они выразили, ну, какую-то свою, ну, позицию по данному вопросу, вот, во-вторых, очень важно, чтобы у вашей дочери была возможность выразить свои чувства, то есть, на мой взгляд, то есть, то, что ребёнок, ну, сейчас, вот, конкретно, например, обвиняют, значит, ну, вот, ваши родители, или даже вас обвиняют, да, в предательстве, это говорит о том, что, ну, вот, в своих, свои чувства, вот, возможности выразить у неё нет, то есть, она чувствует себя незащищенно, она не чувствует, что её поняли, она не чувствует, что эта ситуация, да, она больше не повторится, вот, то есть, ребёнка есть, вот, к сожалению, как-то все основания полагать, да, что у них ситуация, вот, она может, ну, произойти вновь, к сожалению. Вот, и, в общем-то, в этом ключе, да, в этом контексте ваша дочь имеет право на то, чтобы вы, ну, беспокоиться, вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, уместно, помимо всего прочего, да, здесь уместно было бы ещё спросить у вас вот примерно следующее, вот, что делать, чтобы что, то есть, ну, вот, вы хотите, что это делать, да, что делать, чтобы что, то есть, вот, ну, вот, в смысле, что вы хотите делать. Всё, вот. То есть, как-то вот на этом, на мой взгляд, ещё нужно обратить, обратить внимание, вот, то есть, ну, в зависимости, оп, в зависимости от правового. Что? Вы считаете проблемы, да, сами? Вот. Уже исходя из этого действуют. То есть, владители, они, ну, общаются, они будут общаться с, ну, с своим сыном, вот. Они могут, там, и верить ему, да, в принципе. Совершенно, ну, ну, совершенно. Спокойно они могут, вот, добирать ему, они могут считать, что, что ничего плохого. Ну, человек, вот, не сделал, вот, это, и это ведь их право, да? И вам в этой ситуации важно, пожалуй, ваша дочь в первую очередь услышит. То есть, ваша задача услышит вашу дочь. Именно услышит её. Что она хочет, вот, сказать. Что она, грубо говоря, пытается сказать. Вот. Вот. И исходя из этого уже как-то двигаться. Вот. Понимаете, да? Какая, какая, какая штука. Вот. Вам сказать ей о том, как вы к этому относитесь. И родителей попросить, попросить максимально донести свою позицию. Вот. И, в общем-то, решить, решить вопрос, как будет дальше. Вот. Вот такая вот история. Вообще при, ну, скажем так, при большом количестве проживающих людей, да, на одной территории, ну, это нормально. Это нормально, что у людей, ну, возникают какие-то вот разногласия, да, какие-то, ну, разночтения. Вот. Это нормально, абсолютно. Поэтому тут, тут, тут история, на мой взгляд, такая, что вы решаете, ну, как-то вот сами, в этом смысле, как вы, ну, будете действовать. Может быть, пришло время задуматься о том, что кому-то из вас нужно жить отдельно. Вот. Понимаете? Это очень. Потому что другие дороги может быть украшена. Испания. Да. Испания. Ну, соглашусь. Это игра. Испания. Да, это правда, у него может быть украшен. Он может быть украшен. Вот, и это правильно вносится в коррекции само собой, потому что само по себе это не уйдёт. Здесь в первую очередь нужно помочь ребёнку прожить эту травму, донести ей, что вы её союзник, что вы на её стороне, и постараться что-то сделать, если у вас такая возможность есть. Если такой возможности нет, нет, если нет такой возможности у вас, например, то в этом случае вам необходимо искать эту возможность. Вот, потому что то, что ребёнок обвиняет вас в предательстве, это, ну, на самом деле я вижу в этом некую такую историю позитивную. Почему я вижу в этом позитивную историю? Потому что это злость, это злость, ну, вашего ребёнка это злость, а злость это, в принципе, защита. Вот, и вполне вероятно, что ребёнка это, ну, как бы, единственная возможность, да, как тебя, ну, как себя проявить, вот. Поэтому, да, действительно, ситуация не простая. Вот. Это правда. Ситуация не простая. И, на мой взгляд, вам в этой ситуации нужно в первую очередь определиться именно с вашими, ну, приоритетами. Вот. То есть вот, ну, именно ваш приоритет, как и они, ваши приоритеты. То есть вы как-то вот больше на стороне родителей находитесь, или вы больше на стороне находитесь все-таки со своей дочерью. Вот. И продвигать, 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 последовательно это появится. А дочери, дочери, необходимо доносить следующее. Что у родителей может быть другое мнение. Вот. Это показывает, ну, к сожалению, это показывает то, как они, родители, относятся к, ну, к ней, к дочери. Вот. Вот это все. Это неприятно, больно и тяжело. Вот. Но ваши родители могут свою, ну, свою позицию, да, свою, точку, ну, свою точку времени могут иметь. Вот. Ну, просто ребенку, ребенку, вот, это будет несколько тяжело и травматично. Вот. Вам решать, будет ли дочь сталкиваться с братом, да? Это вы будете проживаться совместно с родителями, но дальше. Вот. Это решать только, только в этом смысле и в этом случае. Вам. Вот. Вот. Поэтому формулируйте, пожалуйста, для себя цель. Вот вы хотите что-то делать, да? Что делать, чтобы что. Вы хотите что-то делать, чтобы что делать. Что делать, чтобы что. Чтобы что. Вот. Что-то очень важный момент. Как мне кажется. Вот. Будет цель у вас и будет соответственно, ну, какие-то будут уже. Дальнейшие, ну, действия с вашей стороны, с вашей стороны. Вот так. Я бы сказал. Так бы я вам ответил сейчас. С точки зрения именно вот психологии и психотерапии. Вот. Я бы вот сказал, что вы как будто бы сами не определились здесь в этой ситуации. Вот. 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 У вас позиция какая? Ну, конкретно ваша. Конкретно ваша позиция какая? Вот. Давайте о ней поговорим сначала. А потом можно будет уже донести это до дочери вашей. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью.